Более 250 мастеров из России и стран СНГ представили свои работы на выставке художественных промыслов в Санкт-Петербурге. Организаторы акции хотели собрать в городе-на-Неве самых талантливых российских умельцев. В обычных магазинах всё-таки продаются массовые товары, а здесь появляются уникальные вещи, которые существуют в нескольких экземплярах, а некоторые исключительно в единственном экземпляре. Наталья Константиновна делает картины из бересты почти 20 лет. Только в этом году она дважды выставляла свои работы в Союзе художников. Флорист расщепляет берёзовую кору на тончайшие слои. Именно они дают различные цвета и оттенки. Уникальность бересты в том, что она рождает рисунки, которые невозможно повторить. Особенно интересными автор считает пейзажные работы. У меня почему получается хорошо осень? Потому что я собираю всю эту богатейшую палитру и показываю людям, что береста совсем не скучная. Она не коричнево-бежевая, а она вот именно вот такая. Вот посмотрите, какая богатейшая палитра. А эта модная коллекция выполнена способом мокрого валяния. Для её создания мастер Ульяна использует воду и мыло. Шерсть садится, волокна сцепляются друг с другом, проникают через ткань и создают такую фактуру. Кроме традиционных тапочек из войлока, здесь свалены из шерсти пальто и костюм, а также шёлковое платье с аппликацией. Это пальто свалено в основном на льне. Льон интересен тем, что он очень хорошо сохраняет рисунок, в отличие от шёлка. Он вроде садится точно так же, но рисунок сохраняется очень хорошо. Тут гончары создали целый остров керамики. Они считают, что такие натуральные изделия очень нужны жителям городов. Свои рецепты создания посуды берут даже у монахов на Валааме. Это наши бабушки, дедушки, которые держали в руках эту крынку. Это ни с чем незаменимая вещь, когда человек берёт эту крынку, следующее поколение. Это своего рода ниточка, которая нас связывает с этими поколениями. Это добро, это созидание. А на этом стенде разместился настоящий город. Целое семейство котов, рыбы солнца и сказочные мумитроли. Здесь есть даже ангелы, но нет и двух одинаковых фигурок. Чтобы привлечь больше посетителей, организаторы сделали бесплатный вход, а для участников бесплатно предоставили выставочные площади. НТД Санкт-Петербург, Россия.